Здравствуйте, очень рад, что вы приехали. Действительно, я отвечаю за коммерческие продукты, за продажи и за региональное развитие автору. Сразу скажу, что автору – это часть яблокса, и если будут вопросы про большой яблокс, скорее всего, я не лучшинник на эту тему, даже если даже не знаю. Но про автору могу ответить практически на все вопросы. Что такое автору? Маленький тут вес, если кто-то не знает. Это один из самых старых, в хорошем смысле этого слова, российских автомобильных порталов. Как вы знаете, в 1994 году вообще появился российский интернет, фактически уже в 1996 году. Автору сначала как форм автомобилиста, потом как первая доска объявлений, действительно появился в Москве, и главным образом это была московская площадка в первое время. Но по мере того, как развивался интернет, этот момент рынок, автору становился более федеральным. И вот в 2014 году автору присоединился к семье проектов Яндекса. И я могу сказать, что после 2014 года мы стали расти очень большими темпами, и не только в Москве и Питере, но и в целом ряду эмбионов, в том числе в Торстане. В 2016 год, это 12-летие автору, который мы обучали в очень теплой установке с нашими популярными группами. Чем мы отличаемся от других площадок? Я думаю, что вы понимаете разницу между джейнл, классифайными универсальными досками объявлений, и между специализированными площадками. Раньше, еще совсем давно, это была из Угруки, в которой я, кстати, работал в 2016 году. Я тоже ездила в регион, в Торстане, была газета. Сейчас рынок стремится к тому, что после специализации люди нуждаются в том, чтобы получать информацию из интернета про то, какими техническими характеристиками обладают автомобили, какие отзывы по ним, как можно сравнить. И вот автору в полном мире решает весь спектр запросов автомобилистов и тех людей, которые покупают и продают так много. 25 миллионов пользователей в месяц – это действительно очень большой ресурс. Это основной ресурс по припродаже автомобилей в целом ряде регионов России, это само собой Москва-Питер и регионы приближающие к ним. Мы стали лидерами в Урале после того, как заключили партнерское соглашение со Штулевым и, соответственно, и один автомобильная часть стал частью автору. Мы лидеры уже в Воронеже, мы лидеры на юге и вот в Торстане. Я надеюсь, что в скором времени мы тоже сможем оборвать конкурентов и стать первыми. Самое важное – площадка покупки и продажи автомобилей. У нас есть первый в Урунете подменные номера. Мы дали всем нашим пользователям и всем нашим партнерам, дилерам возможность получить подменный номер и защититься таким образом от спама. Если вы когда-нибудь продавали автомобиль, вы знаете как разно, что тут же начинают вам звонить и смси всякие великупы и прочие сервисы, запутствующие покупки и продажи автомобилей. И мы ограждаем людей от всего этого мусора. Плюс к этому эти подменные номера дают нам возможность получать информацию о том, какое количество звонков совершается по каждому сегменту, по каждому типу автомобилей. А второе, на самом деле, это огромная база знаний, потому что через нас проходит огромное количество автомобилей. Мы знаем многое о том, как люди покупают продажи в автомобилях. И мы такой индикатор рынка, который может по многому определять тренды и того, как рынок будет меняться. У нас действительно удобное мобильное приложение. И оно действительно специализированное. У нас специализированный автомобиль на свете. И очень серьезный рост. Об этом сейчас будет следующий слайд. У нас рынок в мобильной аудитории. И мы этому очень рады. Не только потому, что весь рынок и вообще все развитие человечества уходит в мобильные устройства, а еще и потому, что с мобильного телефона люди намного чаще звонят и совершают покупки. То есть в среднем, как мы заверяем, в три раза чаще из приложения автобуса совершается звонков, чем из тестов. Мы очень серьезно относимся к качеству объявлений. У нас есть призные проверки дилеров, перекупов. Мы сотрудничаем с ИБДД. Мы проверяем историю автомобилей. Мы публикуем отчеты ИБДД о том, какая история была в автомобиле. В этом плане наша база одна и самая чистая. Вот так выглядит рост аудитории. В Татарстане действительно за время, с момента покупки Ядекса Мафтру выросло четыре раза. Динамика рынка. Казань, Татарстан. Я расскажу о каких-то интересных аналитических фактах, которые мы наблюдаем. И первое, что мы видим и на базе пользователей, и в положении Автору, и вообще в целом общаясь, не будучи частью этого рынка, то, что сейчас рынок, так сказать, переживает изменения. Основное изменение – это то, что затрагивается особенно в крупных городах, в мегаполисах. Это отказ от владения личного автомобиля. Мы сидим на одном этаже с Яндекс.Такси, с нами вместе Яндекс.Драйв. Это очень популярный сервис сейчас в Москве по кашерингу. И у нас есть и внутренние цифры, и цифры с рынка. В общем, жители мегаполиса все больше не прочитают лезть на такси, все больше не прочитают пользоваться сервисами кашеринга и коккуринга, так называемыми, попутчиками. И действительно количество людей, которые ежемесячно пользуются услугами такси, кашеринга и коккуринга, растет за каждый фактически месяц. Эти тренды доходят, мне кажется, и до Татарстана, и до Казани, в частности. Есть у вас тут даже свои собственные игроки, которые занимаются кашерингом. Что еще важно? В Москве, и не только в Москве, активно развиваются корпоративные продажи. Это, в частности, опыт Avilon, например, это очень крупная московская сеть, и MajorAuto. Это продажи автомобилей кашеринговым и коккуринговым компаниям. И для дилеров вот эти вот вызовы новые, да, отказ от владения, с одной стороны, это очень большие риски, и это сокращение объемов бизнеса. С другой стороны, это очень хорошие возможности для того, чтобы корпоративные продажи, пережить вот эти вот сложные времена и немножко поменять свою бизнес-модель. Что еще важно? Дилерский центр действительно становится меньше. Если посмотреть на тренд закрытия делерских центров с 2014 года, там, конечно, картина грустная. И если также смотреть на общемировую практику, в частности, есть очень крупный сервис «Акарском», автотрейдер.com.uk, автотрейдер.com, это крупнейшие классифайды автомобильные в Великобритании, в США, они фиксируют каждый год падение количества людей, числа людей, которые немножко не приходят в дилерские центры. Ну, то есть люди все чаще смотрят информацию в интернете, они очень активно пользуются YouTube, есть огромное количество блогеров, есть огромное количество обзорщиков автомобилей, и очень часто человек, который приезжает на «Дест Драйв», скажем, в дилерский центр, он знает об этом автомобиле намного больше, чем менеджер, который хочет брать этот автомобиль. То есть фактически он хочет просто прокатиться на этом автомобиле, по нескольку ездить, ему не нужно рассказывать, чем он лучше или хуже, или сколько он будет намечен, и так далее, и так далее. Поэтому чаще всего люди приезжают в дилерский центр, когда они уже, в принципе, готовы к покупке, когда они плюс-минус знают, что им нужно, и в этом плане мы, как площадка по выбору автомобиля, делаем очень много для того, чтобы люди в интернете заранее могли посмотреть, в каком директорском центре сейчас можно найти тот или иной автомобиль, сравнить, понять, на каких условиях можно получить скидку, допустим, если берешь машину с плиты, берешь страховку, иди, и так далее. Еще важно, да, продажи автомобилей online. Кажется, что трендов об этом очень много говорят. Действительно, есть целый ряд производителей, например, Renault, которые сейчас запускают свои собственные онлайн-маркетплейсы, практически, то есть можно зайти на сайт Renault, посмотреть весь стоп всех их дилеров, в наличии забронировать автомобиль, внести предоплату онлайн, и даже оплатить автомобиль полностью. Вам приходится на почтный договор, и вы можете конкретный автомобиль с конкретным Renault по конкретной цене забрать. Вот. Но пока, к сожалению, количество людей, которые готовы в интернете даже внести предоплату, то есть какое-то количество десятых тысяч рублей за автомобиль, а уж тем более полностью оплатить автомобиль карты в интернете, их очень немного. И это связано, в принципе, с тем, что на картах кредитных и дебетах люди не держат такие деньги, потому что в России. Скорее, на копитных счетах. Вот. И связано еще с чисто банковскими историями, потому что банки часто не дают в процессе такие суммы, и нужно еще поделиться комиссией с платежной системой, связями с лекарными, да, в порядке двух процентов. Часто для дилеров даже эти два процента – это существенная часть их маршрута. Потому что цифры по региону. Вообще по России и конкретным показаниям. Вот. Тут есть цифры по заработку. Понятно, что довольно сильно значается средний доход. Вот. Есть цифры по обеспеченности авто на тысячу жителей. В России, в Казани, в Уфе. И мы в этом смысле часто очень смотрим на Штаты. Там, например, обеспечили вот это вот порядка 800-900 автомобилей на тысячу человек. То есть там настолько развита… Во-первых, там развиты очень дороги. Первое, что делали в Штатах – это сделали хорошее сообщение между этими Штатами. В семье, как правило, там, у каждого члена семьи есть у вас автомобиль. У жены есть, у мужа есть. Ребенок достигает совершеннолетия. Первое, что делают – это помогает купить автомобиль. Вот. И там пешеход – это дубление какой-то аномалии. А в России, к сожалению, пока что, или к счастью, пока это не совсем так. Во многом из-за того, что дороги не такие хорошие у нас, из-за того, что платежеспособность населения у нас не такая, как хотелось бы. Вот. А из-за того, что часто очень не так сильно государство поддерживает покупку новых автомобилей, как хотелось бы. Но, тем не менее, цифры потихонечку растут. Вот. И Казань, в этом смысле, впереди планеты всей. То есть, в Казани действительно высокий достаточно уровень обеспеченности этих мобилей. И надеемся, что он дальше будет еще больше расти. Прогноз продаж. Действительно, у нас есть своя собственная аналитическая группа. Вот. Скажу вам по секрету, что главный аналитик к нам пришел из «Аттостата». Вот. И мы учитываем очень большое количество факторов, которые позволяют нам прогнозировать, как будет меняться в будущем объем продаж. И вот зелененьким помеченым оптимистичный прогноз, красным – бессимистичный, а желтеньким – вот более-менее реалистичным. И тут нужно сказать, что вот график и динамика продаж новых автомобилей довольно сильно зависит в том числе и вот динамика продаж поддержанных автомобилей, какие-то сообщающиеся сосуды. Потому что если на рынке становится меньше ограблений и поддержанных автомобилей, то люди все чаще смотрят новые автомобили. Ну и так далее. В целом, такой намечается планомерный, аккуратный, небольшой рост автомобилей с пробегом к новым. А можно? Простите, вернуйте. Сколько на фиг? Приходите. Предыдущий. Непонятно, миллионов штук. Сколько же миллионов-то? Миллионов кого? Миллионов штук. Могили его на следующую графику. Это тысяча. Ты на это же тысяча динамиков. Одна без миллиона. Ну то есть это 1,7 миллиона. Вот. Здесь, соответственно, 5 и 6. Динамика цен. Разошло такое достаточно важное событие. Изменился уровень ИДС. И это сильно повлияло на рынок. В особенности на рынок новых автомобилей. Как вы видели, да? И рынок новых и неподвижников связанных. И примерно с августа, когда, собственно, появилась новость о том, что ИДС увеличится. Тилеры и не только тилеры стали потихонечку поднимать цены. Вот. И видно, что они продолжают расти. Довольно значимая часть. Средняя стоимость. Тут тоже интересная разница очень. И она дальше будет прослеживаться в других слайдах. В Казани, действительно, средняя стоимость автомобилей несколько ниже, чем в целом в России. И очень сильно ниже, чем в Москве. Связано это, скажу заранее, с господством Лады. Казань и Татарстан, действительно, является регионом очень лояльным к российскому автопрому. Видимо, это связано и с близостью, собственно, с Самарой и Тольятти. И в целом рядом других факторов. И мы сейчас увидим, когда разблюнув по наиболее популярным моделям, там будет видно, что, особенно в Татарстане, люди больше и чаще почитают автомобили Lada. И, собственно, ровно поэтому среди жителей Татарстана более популярны новые автомобили. Потому что автомобили Lada более доступны, и люди с большей охотой покупают новые автомобили. Это же влияет, кстати, и на возраст владения автомобиля. Потому что российский автопарк очень старый. Ну, то есть, действительно, среднее количество лет, десять и восемь в всей России. При этом Татарстан — это самый молодой автопарк в России. А в Сибири, например, там будут совсем актуализоваться. И понятно, что... Ну, это, кстати, интересный очень факт. Потому что понятно, что эти автомобили начнут ломаться. То есть это повлияет точно и на рынок запчастей, и на рынок сервисного обслуживания. И это повлияет на спрос, на поддержанные автомобили, может быть, перемещение в сторону покупок более старых автомобилей. В общем, и, конечно, это по многому простимулирует покупку новых автомобилей. В общем, потенциал, действительно, у российского рынка Сибириона. И многие люди не могут отказаться от нового автомобилёта. А в автомобиле отплатения они будут вынуждены пересаживаться на новые автомобили, на более-менее, на более плодовые автомобили. Где люди покупают автомобили? 65% покупателей смотрят от явления других регионов. Причём сейчас будут слайды, которые рассказывают о том, что дешёвые автомобили, как правило, жители Казани и Татарстана покупают у себя дома. А более дорогие автомобили, они покупают где-то за пределами, чаще всего в Москве. И там есть обратная тоже картинка. То есть очень многие автомобили, которые покупают автосалоны, дилеры, поддержанные, премиарный класс, они уезжают в Москву. И, собственно, это влияет опять же на общую картину и по средней стоимости автомобиля и по среднему сроку владения. И вот подтверждение. Супер дешёвые автомобили до полмиллиона действительно чаще всё покупают дома. А вот, например, всё, что дороже полутора, уже на 30% едут в Москву. Ну или там в Самару и в Питер. И в ряд других регионов. Ну и, соответственно, недорогие автомобили чаще покупают, какие-то новые автомобили чаще тоже покупают. Тут вообще доля Москвы практически 50%. То есть то, что дороже трех миллионов, пополовину покупают в Москве. Только очень небольшой процент покупают своего лодка. Марки. Во-первых, Влада, конечно же, это самый популярный бренд в России. Да, исключение, по-моему, только Москва. Вот там Ford, Volkswagen и так далее. Действительно, вот спрос в Татарстане, да, спрос в России, он много пересекается. В Татарстане, опять же, бюджетные Киевы очень востребованы. Вот. Toyota во многом потому, что это действительно надежные автомобили, которые долго ездят. Все японцы. Вот. А предложение при этом – это уже действительно в большей мере какие-то бюджетные модели, опять же, таких очень массовых брендов. И вклады есть не лидеры, а при этом вот вторые, третьи стороны не получаются. В модели… Вот в Татарстане просто этот господство «Лад» – это самая популярная модель. При этом в России все, кто держит Ford Focus, очень долгое время Ford Focus был самым народным автомобилем по очень простой причине. Ну, во-первых, это, в принципе, удачная модель с огромным количеством поколений, переизданий и так далее. И особенность Ford Focus еще в том, что она как конструктор. Ну, то есть диапазон между самой базовой комплектацией и между очень дорогой комплектацией с огромным количеством Ford Focus в цене огромен. И, в принципе, ты под любой бюджет можешь себе, в принципе, сконфигурировать этот Ford Focus. Их покупалось и продавалось очень много, и масса этих Ford Focus, она накоплена очень большая по всей России. Чего не скажешь про Татарстан, где «Лад» и «Лад» и «Лад». Важно еще. Мы действительно сейчас активно развиваем свое собственное аналитическое направление. И мы уже являемся и хотим все больше засталкивать за собой статус индикатора рынка. Действительно, у нас очень большое количество данных, на базе которых мы публикуем разные данные, разные срезы. И вы можете, пожалуйста, пользоваться этими данными, обращаться в нашу пресс-службу, аналитическую службу. Вам помогут, будут сконфигурировать и не набрать. Вот так, спасибо. Вы готовы ответить на вопросы? Если мы есть, давайте. Известия Татарстана, Иван Михайлов. Роман, такой вопрос. Каршеринг, карбуллинг, насколько это вообще безопасный вид? Безопасный вид вид с точки зрения качества автомобиля только не ломается или с точки зрения чего? С точки зрения не качества автомобиля вообще. То есть у нас почему сервис постребован в 10 лет, что там всякие криминальные истории периодически происходят? Ну, знаете, я могу тут только предполагать, потому что это не наш бизнес, естественно, да, и лучше, наверное, адресовать этот вопрос непосредственно сервисам карбуллинга и каршеринга. Ну, я могу вам сказать по своему опыту, что, например, каршеринг – это очень популярный вид передвижения в Москве, и, в общем-то, я не вижу там никаких рисков. Ну, то есть вот автомобиль, он плюс-минус новый, ты можешь его взять, проехать, остановиться и ничего с ним не случилось. Я знаю только, что, например, сервисом «Лавлака» в России пользуется порядка 15 миллионов человек, что, наверное, много. То есть 60% населения – это значит, что не так-то опасно. Соответственно, если это популярно сейчас в Москве, будет ли волна популярность и дойдет ли оно доказание? Я практически уверен, что дойдет. Ну, то есть, действительно, в первую очередь, эти сервисы развиваются в крупных мегаполисах. Понятно почему. Потому что, там, например, мэрия Москвы и вообще, как и все городские власти Москвы делают все для того, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом, для того, чтобы скользить дороги, для того, чтобы, так сказать, улучшить транспортную доступность и все прочее. Знаете, что увеличивается стоимость запарковки в центре города. Знаете, что пытаются разгрузить какие-то нагруженные трассы. В целом, растет стоимость парковки автомобиля. И, опять же, тренд уже совершенно точно есть в Москве, в Питере, да и даже в Екате. И, опять же, в Казани, я думаю, что в скором времени он тоже придется. Вот, потому что ребеночный активизуется. Как технически реализовывается то, что у каждого объявления свой уникальный номер телефона, как вы сказали, да? Да. Как это технически реализовывается? Насколько это дорого, кто за это платит? Как это реализовывается? Мы заключили договора с собственными операторами. Первый, с кем мы заключили договор, был МТС. Вот, и фактически мы купили у МТС какой-то пакет, сначили несколько миллионов номеров. Вот. И мы выдаем эти номера динамически всем людям, которые продают автомобили у нас на сайте. Ну, то есть, средний срок продажи, там, от 15 дней до, скажем, месяца. И вот, пока человек висит объявлением, он использует этот обменный номер. Как только автомобиль продан и объявление снимается, этот номер опять входит в пулл. В нашем числе, в нашем числе, в нашем числе, в нашем числе, в это время дарится в рулон автомобиля. Платим за это мы сами. И это довольно значимый. Для пользователей этого бесплана. И, в том числе, для наших партнеров, партнеров. Представительных бизнесов. Сейчас мы еще договорились с Билайном. Практически уже договорились с МТТ. Тоже у нас есть договоры. Потому что очень просто. МТС хорошо очень работает в столичных регионах. Допустим, где-нибудь в Казани, например, с МТС, очень большим проблемам. То есть технически тяжело держать. И мы уже договорились с этим получили информацию. Спасибо. А что, вот, те люди, которые продают через ваш сайт автомобиль, они как-то пытаются скрыть там свои истории автомобилей, ну, в бюджетах. И, соответственно, как вы это обнаруживаете? Смотрите, вообще вся история продажи автомобилей, вся эволюция, она движется в сторону прозрачности. Во всем мире, во всех классификах. Электологи и те, кто отвечают за эти сервисы, стараются сделать так, чтобы процесс продажи автомобилей стал максимально прозрачным и безопасным. И в большинстве стран, таких, как, например, Соединенные Штаты, в принципе, вы не можете продать свой автомобиль, не указав инвестиционный номер. То есть этот номер, который не можно полностью проследить историю этого автомобиля. Есть сервисы, ферфаксы, которые наверняка слышали. Вот. И это все на уровне государства определяется. И весь этот рынок, он действительно безопасный. В России очень долгое время рынок был стихий. И было огромное количество мошенников, и было огромное количество автомобилей есть со скрученным пробегом, к сожалению. И пока что в России нет закона, который как-то наказывает людей за то, что скручивали пробега. Вот. Мы со своей стороны, как Яндекс, как Art.ru, пытаемся сделать все для того, чтобы людям действительно стало проще, удобнее, безопаснее купать автомобили. Что мы делаем? Мы договорились с ГИБДД. Вот. И не только с ГИБДД. О том, что мы для всех объявлений, где опубликован бид номер, мы сделали его обязательный. Мы опубликуем историю этого автомобиля. Ну, то есть какие-то базовые вещи, да. Есть ли какие-то залоговые ограничения, соответствуют ли год, например, в объявлении к практическому году, потому что очень часто искажают информацию. И на базовом этапе человек может понять, обманывают или не обманывают. Но мы пошли дальше. И мы первые, кто стал опубликовать историю размещения автомобиля. И это очень сильно уже поменяло рынок, будет дальше его менять, потому что что это такое? Условный перекупщик. Или, не знаю, салон. Или человек, который продает поддержанный автомобиль, выставляет на продажу автомобиль на втором, указывает ВИН. И в этот момент мы обращаемся к своей базе и понимаем, что этот автомобиль раньше уже продавал тот какой-то ведущий владелец. И мы можем ставить данные какой-то на дыну и увидеть, например, что когда до этого этот автомобиль продавался, у него был пробег, допустим, в 100 тысяч. А сейчас продается пробег на 50 тысяч. Ну, то есть мы понимаем, что обман, потому что время невозможно назад обмен. И мы можем эту информацию для человека внести, что внимание, похоже, что продавец обманывает. И в этом плане мы, конечно, не знаменательные органы, мы не можем проверять каждый этот автомобиль, типа, что это сложно. Но вот на таких этапах мы можем людей это запасить. И таким образом мы, опять же, вот тот теневой слой рынка, перекупщик и так далее, мы подталкиваем их таким образом менять свой бизнес и стараться все-таки более честно либо не скручивать, либо, там, если уж ты скрутил, то честно кто-то скажи. Вот. И у нас есть, кстати, интересные данные. Сейчас я ими поделился. Мы видим, допустим, какой процент скрученных пробегов у дилерских автомобилей, которые сейчас продаются поддержанных дилерах. Мы видим, какой процент скрученных пробегов и перекупов, что мы размечаем внутри этих перекупщиков. Вот. И мы видим, какой процент у тех, кто продает с рынка. И могу сказать, что у дилеров самый небольшой процент. Ну, то есть понятно, что они на 100% застрахованы, конечно. Всегда есть человеческий фактор, какая-то приемка, оценка. И ты можешь не всегда понять, что это пробег скручен, да, как-нибудь косвенным признакам. Но вот, насколько я сейчас помню, у дилеров там примерно 7% срединое количество скрученных пробегов. В связи с автомобилем с пробегом, а у перекупов, например, обретов, показатель доходит до 50 лошадей. То есть практически каждый второй автомобиль, который покупает только в общем-то. Что там открутили? Вот. Поэтому это очень крутая история, и мы в нее очень верим, и будем это развивать. И сейчас, я думаю, что все за нами, и другие тоже игроки, и, может быть, государственные органы тоже потянутся на то, чтобы все-таки человек онлайн видит всю историю автомобиля, и понимать заранее что он покупает, да, или бюджет в этом. Роман, вы сказали, что вы связываете с ГАИН для того, чтобы историю автомобиля. А со службой студентных приставов вы работаете? Да, мы работаем, правда, через посредника. Вот, у нас даже, более того, у нас есть несколько посредников, и мы расширяем всячески. То есть мы пытаемся увеличить базу знаний про каждую конкретную автономию. Вот. И опять же с ГИБДД тоже не сразу нам удалось договориться. Хотя они тоже очень заинтересованы, конечно, из-за того, чтобы он стал прозрачным. А просто не могли договориться по простой причине, потому что невозможно было к ним в автоматическом режиме ходить и разбирать. Вот они долго, значит, настраивали это возможно, и в итоге сейчас это можно съесть. Вот. Ну, я думаю, что, короче, вся эта история будет масштабироваться, действительно, и полнота знаний будет увеличиваться. И про залоги тоже есть. Еще вопрос. Вот вы сказали про, ну, примерно, у нас тут ниже модели. А вот, например, «Зутика» дорогая, там, я не знаю, «Чайкей», «ФТА» и «Авто» продают? Конечно, они. Ну, то есть, ну, это, во-первых, конечно, очень здорово и очень прикольно. И мы периодически даже берем такие автомобили на обзоры, у нас есть в своей собственной редакции, мы какие-то интересные делаем облигации на эту тему, но это рынок, конечно, микроскопический, будто всегда. Очень небольшое количество таких автомобилей, людей, которыми интересуются. Вот. Есть продавцы, которые специализируются на этом, и в столице, и в Казани, и так далее. Вот. У них есть какие-то дорогие, и те, которые будут продаваться годами. Мы даже идем на определенные послабления в плане квалификации. У нас оплата посуточная, и через какое-то время, через четыре месяца мы начинаем снижать стоимость. Их была возможность сюда все время экспозиции различаться на вторую. Вот. Есть? Новые фильмы? Да. Татарстан. А вторую вообще? В принципе. Татарстан, чем ваше интересует? Янскому администрировал? Да. Планируем и развиваем. И действительно у нас, без скромности скажу, что в последние годы у нас победное шерствие региона. Как я уже сказал, автору изначально родился в Москве, и он считается традиционно московским ресурсом. Он считается очень сильно отгоняется в порядке, то есть автору примерно 80% в Москве. В Питере порядка 70%, в Львове и в 65-70%. Я вам могу сказать так. Вот за последние два года нет ни одного региона в европейской части России, где мы не отъели журтолевую премию. Ну то есть, да, в каких-то регионах может быть еще не достигнут лидерства, но соотношение, оно меняется потихонечку. То есть автору наращивает обороты, и мы уже лидеры ЦИК ООН, то есть это регионы вокруг Москвы, мы уже лидеры по многих регионах Европы, мы уже лидеры пароль режимов и так далее, и так далее. Екатеринбург и Урал практически весь наш тюрьмой после того, как мы заключили соглашение со Шкулевым, то есть Шкулевская группа, это местные доски типа Е1, МГС и так далее. Поэтому Татарстан, Уфа, Казань – это, конечно же, очень важные для нас регионы. Мы уделяем очень большое внимание, мы тратим очень большие ресурсы на маркетинг. У нас вот есть контракт с нашим любимым рекламным инфоментом, который мы продлили на второй год сейчас, это региональная и федеральная рекламная компания, телевизор, которая очень хорошо конвертится и с новыми приложениями, и эффективность. Мы сейчас запустили рекламную компанию конкретно по новому автомобилям, по развиваемому управлению. У нас расширяется региональный офис в Казани, то есть мы набираем людей, которые работают и с автомобильным бизнесом, и которые в плане маркетинга тут что-то делают. И в целом мы видим очень позитивную динамику. То есть вы, по сожалению, брали слайд с количеством объявлений. У нас растет база относительно конкурентов, у нас не стоит трафик, у нас не стоит количество продаж. Поэтому для нас это один из фокусных регионов. И, честно говоря, мы планируем в перспективе года полутора обогнать до сих пор. Вашу визитку я могу получить? Визитку можно, да. По-моему, меня действительно показали. Хорошо, спасибо. Как вас подается спецтехника, например, как будет коммерческий транспорт? Да. В спецтехнике есть раздел, и он развивается. У него есть своя специфика. Это как любеземент, как вы понимаете. И там есть три основных раздела. Это малый коммерческий транспорт, это газ в газельнике. И все, что может быть использовано физическими лицами, тоже. Это крупный коммерческий транспорт, это спецтехника. Мы сейчас активно тоже это направление развиваем, но тут у него есть специфика, которая заключается в том, что в коммерческом транспорте, особенно в крупном коммерческом транспорте, фактор региональный практически не имеет значения. То есть мы видим факты и знаем, что человек может из Хабаровска приехать в Москву, пить какую-нибудь фуру или кран, и ровно наоборот. То есть за какими-то выгодными, интересными предложениями люди готовы ездить практически через всю страну. Поэтому и в Татарстан люди приезжают, и из Татарстана ездят куда угодно, поэтому федеральный у нас раздел. У нас растет количество предложений, но понятно, что этот сегмент, конечно, небольшой. Он и бутубишный, в принципе, небольшой специализированный. Там достаточно дорогая техника, история с контактом достаточно высокая. Но мы занимаемся, да, развиваем. Как вы работаете с этими банками и частности банков? Мы действительно работаем с банками, и это очень важное для нас направление. И мы работаем как с частными и не частными банками. Например, вот у нас есть спецпроект Steamboat, который мы запустили в частности в Москве. Вот. И у людей есть возможность получить выгодный кредит на поддержанный автомобиль. Есть простая форма, которая заполняется на сайте, и дают процентную ставку существенно ниже, чем обычно потребительские кредиты. Вот. Там есть определенная процедура, то есть присылается информация об автомобиле, специалисты банка проверяют, есть какая-то базовая проверка заемщика. Условия действительно намного более выгодные, чем если бы ты сам пришел и сделал заявку на покупку поддержанного автомобиля. Мы очень много работаем, разговариваем с представительствами. И вы знаете, что у многих представительств есть свои собственные банки. И эти банки всячески поддерживают продажу бренда. Вот. И сейчас мы вот уже практически договорились целым рядом брендов. Как они будут называть, но это и массовые, и даже премиальные бренды. И часто очень по специальным кредитным программам банка-производителя, условно МНВ финансов, вы можете купить новый автомобиль со ставкой 4%. То есть это, конечно, очень сильно помогает продажам, очень сильно помогает дилерам и нам этой площадке, потому что мы увеличиваем конверсию, продажу и, соответственно, ширина ворот. Вот. То есть мы работаем и с банками, и с специализированными на автомобильном синдетии, и говорим с банками – производители, тем, кто еще один из вас. Отдельно с Татарстанским пока нет, но вот сейчас мы в этом году очень активно за это взялись. С Тиньковым мы запустились буквально два месяца назад. Ну, то есть это прямо совсем новая для нас тема. Потому что до этого банки… Мы пробовали с Асбером, с его дочкой, запускать с Асбером, там были очень какие-то очень сложные процедуры прохождения, и там почему-то на год отваливалось, а Тиньков это все упростил. Ну, то есть сама процедура с финансованием этого кредита и так далее. Вот Тиньковым полетел, и мы видим, где она какую-то. За прошлый месяц, по-моему, мы выдали около 300 уже мобилей континьков, потому что через Тиньков идут к началу. То есть прямо тестов, фактически, и не стало. И, конечно, мы очень хотим, чтобы это были тысячи и тысячи. А еще вопрос. Работаете ли вы с производителями, которые работали на территории Республики Баскадов? А? Руссордац, может быть, большегрузная, но великого нас? Да, мы работаем, но вся наша работа с производителями, она носит федеральный масштаб. Ну, то есть, естественно, вот у нас конференция, на которой сейчас выступал, например, представитель этого база, с которыми мы очень интересно сотрудничаем. И они нас приглашают на дилерские конференции базовские. Да, мы очень много работаем с газом. И это прямо вот один из самых наших производителей. Тоже у нас там кросс-партнерство. Они нас приходят, ну, у нас какие-то спецпроекты запускаются. Вот, опять же, с банками сотрудничают. Вот, с Олирсом мы тоже работаем, с КамАЗом. Вот. Да, 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 да. Ну, то есть, ну, как правило, действительно, по всей расчете. Если мы разговариваем с Автовазом, мы понимаем, что Татарстан – это в большей мере рынок Автоваза. И, конечно, большой акцент мы делаем на Татарстан. Вот. По целому, рядом другие программы тоже. Хотя, да, пойти еще в опыте. Вот вы серьезно сказали, половина у перекурщиков перебивают на метраж, да? Вы достаточно серьезно мешаете им бизнесу, скажем так? Вообще, вот насколько проблематично? Газ ворота, скажем так, да? Потому что передел рынок достаточно серьезно. Вы правы, абсолютно. И это очень серьезный шаг. И мы ничего нового не думали, прежде чем на него пойти. И, действительно, мы в контакте, в том числе, с сообществом перекурщиков. И у нас была дилемма. Ну, то есть, мы могли эту информацию опубликовать в широкий доступ. Сразу открыть для всех людей. И показать, что вот в этом артементе скучный пробег. Вот этот автомобильный данный не соответствует тем данным, которые и д-д-д-д. Но это бы означало, что эффект взорвавшись в голову. То есть, мы фактически рынок перекурский. И даже ряд дилеров, да, затронули официально. Очень сильно. И чем приходит в целом ряде регионов. Мы основной канал продаж. И это привлекло бы, ну, нас бы, наверное, даже не пришлось. Вот. К нам, действительно, третически приходит даже вот ресепшн. И люди разговаривают как право вежливо. К счастью. Вот. Никто там с плаками на нас не лезет. Вот. Мы не разговариваем, но объясняем. И, к счастью, есть большой процент, в том числе и перекупщиков, которые работают честно. То есть, вот, перекуп не равно матчу. Есть те, которые действительно честно это делают. Вот. Есть дилеры, которые практически не занимаются скручиванием пробега. А если не такие, то нам не управляются по чьей-то случайности. Вот. И мы, в целом, конечно, стараемся отдавать приоритет им. И мы таким автомобилем, у нас есть программа лояльности. Проверенный дилер, как называется. Если мы наблюдаем, допустим, перекупщика, ну, или там, владилерский центр, долгое время, и мы понимаем, что он знает, что значимый период размещается у нас, что у него нет серьезных проблем с динамином. У него нет проблем, когда наша модерация приезжает в дилерский центр. И мы вручную проверяем, какие-то мобили реально выставят для действительного соответствия данные. Он проходит для этих проверок, и мы даем им этот шильдик, что этот дилер действительно честный, что мы можем доверять. зелененький. И мы в этом плане, мы это бесплатно, наверное, берем. Вот. И таким образом, вот потихонечку мы этот рынок меняем. Пока что мы эту информацию вскрыли за так называемый paywall, ну, то есть мы берем небольшую плату за то, чтобы получить доступ к этому проекту, да, истории. С одной стороны, мы даем явный сигнал рынку, что, ребята, мы эту информацию будем публиковать сразу или не в полную мобильную потихонечку. И второе, если человек выбирает автомобиль, он может позволить себе 90 рублей заплатить за то, чтобы получить полный отчет по этому автомобилю и не рисковать своей двиганием. Вот. Поэтому пока что вот промежуточный этап такой. Какую-то часть информации мы вводим бесплатно, вам не знаю, соответствует, есть там залоговое ограничение, там соответствует пробег и так далее. Полный отчет, он за небольшую плату. Вот. Поэтому есть напряжение, мы разговариваем, пытаемся это напряжение снять, мы пытаемся в большей мере работать с тем, кто честно, занимается бизнесом в меньшей мере с обманщиками. И я могу вам сказать, что есть забавный факт. Мы периодически заходим на другую популярную площадку, смотрим, какие там тилеры в топе, и понимаем, что первая дорога у нас заблокирована, как поршень. То есть, ну, я думаю, что люди, в общем, тоже мы дураки, и в конечном итоге понимают, где они безопаснее. И нам в будущем поможет чисто прожиток, опять же, на этих ценных вариантов, потому что более проверенный, более качественный, и выше вероятность того, что вы можете ставить жертвы. Можно сказать, если у вас на данном графике показано было, что будет меньше продаваться автомобилей, можно ли сказать, что у вас будет меньше работы, меньше клиентов? Нет. Ну, то есть, во-первых, мы действительно рассчитываем, что автомобилей меньше продаваться не будет. Ну, то есть, повышенный, если вы помните, повышенный тренд средний, там, то есть все-таки вверх. Вот. По новым наш аккуратный прогноз, что это будет либо нулевой рост, или совсем небольшой, типа там один-два пациента. Вот сейчас, в январе, кстати, был отчет от стата АНВ, что рынок в нуле, а то есть он не просел. Валерий – это хороший мусор. Вот. Поэтому нет, у нас меньше работы не будет. Вот. Тем более, что, действительно, мы активно расширяем географию, ну, то есть, мы перерастаем во всех регионах, увеличивается наша база. Вот. И есть сейчас, опять же, многие клиенты, и не только в столице, которые размещаются только у нас. Например, вот АвтоВАЗ сейчас выступал и рассказывал о том, что есть система компенсации дилерам, да, то есть они компенсируют часть имиджевых размещений, там, рекламе и так далее своим дилерам. А сейчас они стали компенсировать еще размещение в принципах. И вот АвтоСу сейчас единственная федеральная площадка, которой они компенсируют размещение. они никакой другой площадки. Вот. И это тоже нам помогает, опять же, подключать дилеров и, там, каких-то переключиков, которые честно работают, и больше людей, физиков, да, у нас размещают. Поэтому нет. Пока что вся тенденция и весь период наблюдения мы только растем. Мы хочется расти не только в количестве, а еще и в качестве. То есть мы, конечно, эту базу попробуем, очень много процессов просто блокируем, потому что мы понимаем, что какие-то хронические дилерманщики. Или у нас по-жизненно даже некоторые заблокированы. Вот. И это, конечно, часть здесь немножко проседает базу, но при этом база у нас не будет более качества. Вы говорите, что Катарстан по Ладе, например, и по Сибири. Может, ну, Лада – это Москва после Фальсфальта, да? Ну, там и Мерседес популярен, и… Может, это очень плохая тенденция, потому что Ладо сам, наверное, она их самая дешевая, лучшая. То ли по понескоспособности, как раз другие. И если нет хорошей жизнью, то, может, не следовало бы это и светить. Ну, понимаете, жизнь, она вот такая, какая есть, да? И действительно есть какие-то процессы, которые общество происходит, экономики, и чему-то мы радуемся, чему-то не радуемся. Где-то мы на собственном кармане даже это чувствуем, даже в Москве. Вот. И, с одной стороны, хорошо, что больше людей, в Катарстане, например, имеют возможность, в принципе, взять автомобиль. Потому что видели, что одна из самых насыщенных, один из самых насыщенных с точки зрения владения – и это в хорошем области. Да, это класс, это не так уж и не плохие автомобили, часто за свои деньги. Ну, то есть, и часто людям в регионах важно, и не какая-то красота там, и так далее. Важно, действительно, чтобы автомобиль ехал, и какие-то свои основные функции выполнял. Вот. А экономика и, там, платежеспособность, ну, конечно, мы, со своей стороны, как-то пытаемся с этим путмом полученными в МСС. И мы зависим, конечно, от каких процессов, которые происходит в обществе. И, конечно, хотелось бы, чтобы все ездили на Мерседес, и на проект, и чтобы все были счастливы. Вот. Надеемся, как всегда, мы доживем. Когда-нибудь. Вы знаете, вот я хотелось бы защитить родную республику по объему автокредитов. В 2018 году Катарстал четвертое место, то есть я в Москве, в Московской области, и Санкт-Петербурге. Ну, понятно. Идеи, да? А если я встал на кредитах? Ну, и так же мы первыми делами вообще по объему автокредитов. Угу. Так что, я думаю, у меня не самые лучшие. Просто Тольятти ближе, чем другие. Я должен рассказать вам. Я вам открою секрет. Я побывал первый раз в Казани, 2,5 года назад, когда у нас была первая конференция. Я, честно говоря, удивился. Потому что мы в Москве сидим, как продумываешься, там, выжженное поле, так сказать. А тут ты приезжаешь, ты видишь действительно очень развитый город. То есть, какие-то прям вот и уютное жилье, и все чистенько, и красиво, и вкусным городом. То есть, город производит очень хорошее впечатление. Видно, что сюда действительно инвестируют деньги. Ну, это связано, конечно, со спортом. Понятно, что там эти олимпиады. Ну, и здорово. Ну, то есть, по моим ощущениям, я уже много где поездил. Наверное, Казани оттенит сам хуже. Ну, и вот такие люди, что деньги сюда наливаются. Может, чего-то и к терминам. Если браться, допустим, в Нижний Новгород, где у нас там у меня там одно из подразделений сидит, то я каждый раз когда приезжаю, мне плакать хочется. Потому что в центре города развалившиеся хибары с забитыми окнами деревянные, какие-то… Ужас какой-то. И там мэры, которые как-то воронят ключ. В Самаре, в Тольятти тоже все очень грустно в плане дорог. Очень непонятный плюс там ездят, потому что проводим не проводим. Вот. В плане, конечно, дорог, инфраструктуры и платежеспособности Татарстан, мне кажется, впереди выше. Вот. Поэтому для нас он так важен. Потому что я не понимаю, что здесь есть за деньгами, что сюда, опять же, государство инвестировать. даже в Эгнополисе считается, как ботинкинская деревня, но тем не менее. Я знаю, что кто-то даже из Москвы переезжает сюда работать. Короче, регион важен. И для России, и для нас тоже. по-моему, вот вы говорили на хорошем новом цели Соединенных Штатов, в частности, ну, с обладателем группу, там, прокруток. А вообще, вы представляете в этом смысле сообщества с той, с этой стороны, но обладатели вы правами и пользуетесь в правами законодательской административы. Я думаю, у вас будет достаточно серьезно. Как вы вообще в этом рынке? Знаете, Яндекс относительно очень серьезный игрок в российском рынке, и есть такой секрет, или не секрет, Яндекс является крупнейшим налогоплательщиком среди неафилированных государственных бизнесов. Ну, то есть, понятно, что мы не берем Гастром, который там, и так далее, но Яндекс платит больше всего налога. И это действительно такая инновационная область. Может быть, вы знаете, что там, Путин приезжал в офис, потом катали на бесплатном автомобиле, ибо недавно Аркадий Волч встречался «Ветерумы», «Греф». Действительно, мы видим, что государство с большим вниманием относится к тому, что мы делаем, пытается нас поддерживать. И, конечно, Яндекс, ну, есть встречи даже, когда президент приглашает основных каких-то игроков на рынке. Это Яндекс, новый групп, Amazon. Я знаю, что проходит встречи. Я не могу, я не знаю, что там происходит, но я знаю, что диалог есть. И, конечно, пытаются представители бизнеса, Аркадий Волч, это очень интелементный человек, и он какие-то, я знаю, лоббировал темы, связанные с правоохранением, чтобы люди там не просто могли записаться на прием к врачу и так далее. Ну и вообще-то, в целом, помогать людям через интернет решать какие-то свои проблемы. Поэтому я надеюсь, что действительно прислушиваются. Я знаю, что есть еще дилерское сообщество, РОАТ, например, с которым мы тоже работаем, и РОАТ, представители РОАТов, позже, к Думу и лоббируют эти законопроекты, важные, в том числе оба наказания за заключительный проверок. Мы надеемся, что так или иначе закон будет принятым, с корректурой, и нам странно, что до сих пор не произошло. Что касается штатов, я, например, ездил, если к конференции НАТО, это фактически аналог нашего РОАТа, в последний раз мы ходили в Новом Орлеане, мы туда ездили, это очень большое антическое лобби, там огромное количество представителей производителей, там выступал президент Форда, и он рассказывал вообще про взаимодействие с государством и так далее. Там очень сильно разница картинка в зависимости от штата. То есть там в одном штате, например, производителю может быть запрещено продавать автомобиль напрямую, то есть они поддерживают директорское сообщество, да, и продать автомобиль. Вот. Поэтому мы надеемся на то, что диалог есть, мы надеемся, что к нам прислушиваются. Вот. Мы стараемся со своей стороны, там, непосредственно бруада, непосредственно любых ключев, стараться делать так, чтобы всем нам стало хорошо. Давайте еще вопросы есть. Как можно говорить про тренды, как вы видите, через пять, скажем, десять лет автору, какие будут там флакты актуальны, что будет, может быть, какой-то новый вид транспорта, не знаю, появится? У нас слишком динамично все меняется, пять-десять лет, это, конечно, очень большой период для прогноза, но в целом есть какие-то общие тренды, которые видны сейчас. Да, это, конечно, о чем я говорил, отказ от владения и корпоративные продажи, все же с ними связаны. Вот. Это истории, связанные с плотированием автомобилей, автоматическим плотированием автомобилей. Вот. В целом понятно, что новое поколение, уже даже не Y, а Z, да, которое приходит на смену уже где-то 35 лет, я уже сам. Больше, как сам. Конечно, опять эти вот новые люди, которые у нас рождаются, которые сейчас 18-20 лет, они уже в меньшей мере хотят покупать какие-то дорогие вещи. Я вижу, представь, мобили, и это в общей мере и, допустим, европейский проект. Допустим, если возьмите германию, то там практически владельцы не владеют живым. Все практически снимается. Вот. И, опять же, ты меньше привязан к конкретному автомобилю. Ты сегодня можешь через этот Яндекс Драйв или еще что-то другое проехать на Картуре, и Адбук. Дальше ты можешь, что-нибудь знаю, на Порше проехать. У нас есть такие автомобилии, которые мы можем сделать. Конечно, если ты молодой парень, ты можешь себе подводить. Вот. Поэтому основные тренды – это, действительно, отказ от владения и развитие вот этих смежных областей. Это все, что связано с онлайном и неперемещением физически в пространство, потому что все меньше людей хотят приезжать в центры, торговаться, отрагиваться как-то в какие-то предложения, которые тебе навязывают. Человек хочет, сидя на диване, у себя дома, удобно просто выбрать автомобиль, быть уверенным в том, что это именно тот автомобиль, который ты выбрал тебе привезут, по справедливой цене. Желательно оплатить эту карточку, желательно, что тебе привезли его кладок, что ты там чуханулку, договоры тебе дали какую-нибудь другую кредит, и все. И никакого никакой возьмет. Ну, то есть, и все сервисы, которые сейчас появляются, и все сервисы, которые существуют, они делают все для того, чтобы процедура выбора стала максимально проблемной. Вот. Ну и, конечно, я думаю, что государство так и иначе будет поддерживать этот рынок, потому что в дилерском бизнесе работает огромное количество людей, десятых, сотни тысяч людей, у которых сейчас есть работа. Естественно, этих людей не могут быть. То есть государство заинтересовано в том, чтобы эти рабочие места сохранялись, и, соответственно, ну как помогать какими-то государственными программами поддерживать, какие-то субсидии какие-то. Вот. Я рассчитываю на то, что это все будет развиваться. Вот. Ну и я верю тоже в российский автопром, что мы никогда не научили пропускать мобилии как с бизнесом, по качеству, с заплатами, аналогами, и делиться на наших автомобилях тоже. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Есть ли еще вопросы? Круто. Тогда очень рада вас видеть. Я сейчас схожу за ресивками и вернусь. Если есть какие-то вопросы, видимо, тоже может ответить со стороны наших услуг. Да. Я, в самом деле, завершаю этот раз выстрелить. Спасибо всем за вопросы, за то, что вы пришли. Очень здорово видеть интерес и вообще с вами лично общаться. Кому тоже нужны мои контакты в свободной форме свободного обучения я вам их передам. По всем комментариям от Рома или от других наших спикеров, которые у нас тоже есть. Либо, если вам нужны какие-то данные, когда Рома показывал слайд с исследованием, вы можете либо это сделать через нашу формулу на автору, мне, в любом случае, перешли, когда я запросы отметил, либо напрямую мне там писать, мы там, не знаю, анализируем ЛАДу. Скажите, например, опять ЛАДА, ЛАДА, давайте, что-нибудь другое, Тойоту. Мы анализируем Тойоту, подскажите нам, сколько было продано у вас, например, да, или вообще, какой объем предложений на рынке сейчас, сколько новых, сколько с пробегом. Это все у нас есть, у нас действительно огромная база, хорошие аналитики, и мы готовы этим делиться, очень рады этим делиться. Презентацию можно получить? Презентацию я поищу на 8-м, или, наверное, сегодняшнюю? Да, да, я ее поищу. Либо сегодня, либо понедельник. А вот сейчас, сейчас прям не то. Ну, мне немножечко нужно завершить, завершить еще текст, который вы посылали, я вам прям сразу прошу, да. Хорошо. Рынок растет, ну то есть, понятно, что он растет и во всем мире, чуть в меньшей степени он растет в России, потому что для этого нужно их видеть упора, видеть его, нужно большое количество опять же зарядной станции, да, потому что, пока что это скорее такой фетиш. Ну то есть, но я надеюсь, что в скором времени действительно электромобиле будет, может быть это не вопрос пятилетов, да, может быть это вопрос десятилетия, вот, и я знаю, что многие автомобильные бренды же даже поставили какой-то план по-моему, 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 короче, рынок этому идет, но это не перспектива пятилетов, Спасибо, я за визитками, еще раз спасибо.